Приветствую вас. Ваша ситуация заключается в том, что, с одной стороны, у вас есть синдром отличника, да, то есть вы везде стремились, ну, как я понял, вы были активны социально, да, то есть организовывали всё. Действовали, значит, ну, ради общества, во благо общества, вот, вы действовали для людей, вот, но вы не действовали для себя. То есть, знаете, вот этот момент, когда человек, с одной стороны, организовывает постоянно что-то для других, с другой стороны, является отличником, этот человек живёт не для себя, а живёт для других. И именно это объясняет, это объясняет, точнее, то, что вы, во-первых, не позволяете себе отдохнуть, это во-первых. Вот. Ну, то есть, просто, вот, вы не отдыхаете, вы себя ругаете, да, у вас чувство вины. Это, скорее всего, голос ваших родителей, это, скорее всего, образ, фигура ваших родителей, которые, ну, по сути, принесдают вас к тому, чтобы вы что-то делали. Вот. Это позиция, позиция ваших родителей, которая стимулирует вас к тому, что вы, ну, что вы постоянно делали что-то полезное, чтобы вы, ну, может быть, может быть, не делали ничего для себя по своему желанию, по своим потребностям и так далее. А здесь нужно, во-первых, определить причины вашей апатии. То есть, апатия, это что? Апатия, это когда на 100 человека давят, давят некая сила, некие фигуры, вот. Ну, в вашем случае это происходит, вероятно, с нескольких моментов. То есть, с одной стороны, с одной стороны родители, вот, с другой стороны это требования социальные, общественные требования. Которые тоже от вас что-то требования. Вот. Нужно среди всего этого научиться фильтровать, значит, то, что нужно именно вам и то, что нужно другим. И сперва удовлетворять свои потребности и уже потом, после этого, да, уже соответственно думать о других, а не наоборот. Вот я уверен, что если, ну, если вы поразмыслите как следует, то вы заметите то, что для себя, в первую очередь, вы практически ничего не делаете. Для себя именно. Да? То есть, вы делаете много для других, вы делаете много для своих родителей, вы привязаны к своим родителям, судя по всему. Вот. Но без себя вы ничего не делаете. И, конечно, как и у любой отличницы, то есть у любого человека, который учится на отлично, да, с одной стороны, есть завышенные ожидания по отношению к себе, потому что ему говорят, что вы молодец, что, ну, школьнику говорят, что ты молодец, студенту говорят, что вы молодец. Вот. Прочит великое будущее, ну, по крайней мере, значительное будущее, да. Вот. И у человека возникает такое ощущение, что он, ну, вот, прям, прям, должен, вот, прям, чисто не гигантских успехов достичь. Вот. Но при этом, что важно, по сути, вы не приспособлены к жизни. То есть, вы умеете организовывать, вы умеете, там, например, учить, вы умеете, там, что-то еще делать, но к самой жизни вы не организованы. И вы не привыкли к учить себя, свои желания. Вот. Это характерная особенность для, ну, всех, кто действует так, как действуете вы. И, кто знает, может быть, такая вот чрезмерная организация общественных мероприятий, вот, и так далее. Может быть, это является ничем иным, как механизмом защиты для вас от, ну, каких-либо проблем, может быть, с родителями, может быть, еще что-то было, да. То есть, вот, судя по всему, у вас достаточно близкая связь с родителями, что вы и без них не можете. Вот. То есть, ну, они должны быть рядом. А для чего им быть рядом? Зачем им быть рядом? Да? Почему вы хотите, чтобы они были рядом? Потому что, скорее всего, именно они являются, значит, теми, да, именно они являются теми, кто, значит, определяет ваши потребности и ваши желания. То есть, не вы сами это делаете, а они. И если родителей нет, то вы остаетесь предоставлены самой себе. И что в этом случае вы будете делать, вы теряете, потому что своих желаний у вас нет. Соответственно, ваш сценарий жизненный можно назвать без радости. Вот. То есть, я уверен, что так было очень много времени. Вы не чувствовали радости от того, что что-то сделали сами для себя. То есть, нет, вы, конечно, ожищали какой-то, ну, заряд позитивной энергии. Если вы делали что-то для других, организовывали, вам это давало значимость, но вы делали это для других, вы делали это для себя. Да, и первое, с чего нужно начать вам, да, это не с работы и не с какой-либо деятельности и даже не с шероба, а с того, чтобы просто для себя определить, чего я хочу, что я могу сделать для себя. Что бы я могла сделать для себя. Вот. Как часто я делаю для себя. Вот. Как часто я делаю какие-то вещи для себя, а не для других. Вот. Несмотря на то, что у вас сценарий без радости, все же я думаю, что вам будет полезно поработать над своими чувствами, потому что очевидно совершенно, что свои чувства вы слушать, ну, не привыкли. Вот. Вот. И мне думается, что упражнения на чувства я вам всё-таки дам пока что в качестве первичного, первичного, ну, в качестве начала работы. Значит, смотрите, первое, составьте список своих состояний, в какой вы бываете, ну, вообще просто, в какой вы бываете. Потом объедините эти состояния с чувствами. Когда чувства будут готовы, подумайте, какие чувства из тех, что вы написали, вызывают у вас сопротивление, страх, а какие чувства нормально воспринимаются. Как бы вы могли те чувства, которые вызывают у вас страх и сопротивление, значит, ну, выращать неразрушительно приемлемым способом для вас? Обязательно об этом подумайте. Вот. Это, значит, значит, такое вот упражнение, которое вам поможет, значит, ну, лучше почувствовать себя, лучше почувствовать свои переживания. Вот. И, соответственно, возможно, лучше себя понимать. Да? Вот. Вот. Так же, так же, в тот момент, когда вы чувствуете вину, когда вы, вот, вот вы ложитесь отдохнуть, да, и вы чувствуете вину, что вы должны делать что-то полезное, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь тоже момент. Чей голос говорит у вас в сознании в этот момент? Ведь в совершении очевидно, что вам хочется, хочется отдохнуть, вам хочется поспать, вам хочется что-то сделать для себя, а голос не даёт. Соответственно, чей голос это говорит вам, и чего этот голос хочет, то есть, какой у него, какая у него цель. И насколько, насколько цель этого человека, чей голос вы слышите, соответствует тому, что хотите вы сами. Вот. То есть, здесь нужно сопоставить, сопоставить. Пока больше ничего делать не нужно, всё остальное нужно будет уже дальше разбирать на индивидуальных консультациях. Вот. Но пока в качестве начального такого упражнения, чтобы вы лучше понимали, что с вами происходит, я думаю, что этого будет достаточно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok